здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы продолжаем диалог о руби и таком решении как dry rb первом уроке мы с вами обсудили как использовать решение dry types я рад что эта тема вам понравилась показалась интересной поэтому будем продолжать и сегодня я хотел бы поговорить о несколько более простом что ли решение она называется dry events это решение позволяет нам собственно говоря передавать события то есть создавать так называемый event publishers на которые порождают события и соответственно можно подписываться на эти самые события и реагировать на них каким-то образом это очень простое на самом деле решение которое состоит по большому счету из двух компонентов паблишер и потом делается подписка с помощью subscribe и здесь два варианта того как можно подписываться на события ну и затем как-то на них реагирует прежде чем начать напоминаю что можно поддержать канал материально все ссылки будут в описании также вступайте в наш чат telegram подписывайтесь на канал я уже подготовил тут небольшую структуру проекта она основана на том что мы делали с вами в прошлый раз когда вот игру эту так сказать писали фрагмент игры и здесь что я сделал я подрубил две эти библиотеки и добавил зайдверг потому что я хочу его теперь использовать чтобы у нас файл автоматически все грузились ну и здесь у нас соответственно вот есть файлик character у него есть все те же атрибуты плюс еще я добавил атрибут идентификатор есть айтем айтем мы сегодня наверное использовать не будем и есть собственно вот этот вот тайпс где эти типы подключаются принципе тут все на теперь предположим что у меня появляется новый файл который называется registration registration . rb и здесь я хотел бы сделать ну такую псевдо регистрацию новых персонажей добавления до персонажей то есть у нас будет некий атрибут reader который называется characters и здесь мы при инициализации изначальной скажем что это хэш ну конечно то есть на самом деле эти персонажи бы где-то в базе данных может быть располагались но мы для простоты будем использовать хэш и у нас будет нет character такой вот метод и мы здесь будем передавать вот эти вот атрибуты которые у персонажа вообще говорят должны присутствовать но и дальше мы что мы должны создать нового персонажа помощью character . new то есть это вот класс вот этот вот который вы писали сами в прошлый раз этими атрибутами и здесь я просто передам все вот эти атрибуты но так как я еще здесь придумал что должен быть айди у каждого персонажа да уникальный то нам нужно этот айди как-то сгенерировать ну и соответственно предположим что мы это будем делать с помощью дайджест и здесь мы будем использовать следующий подход мы скажем что дайджест 1 сделаем хэширование hex дайджест и здесь мы на основе вот этой вот вещи будем так вот генерировать этот самый дайджест то есть на основе имени и возраста но там дайджест будет очень длинный поэтому можно взять какую-то его часть получить вот этот уникальный айдишник то есть как бы здесь он будет уникальный если у нас не существует двух персонажей с одним и тем же именем и возрастом это общем мало реально поэтому мы считаем что он уникальный ну как бы вот теперь мы давайте просто напишем что один характер следующим образом но и дальше мы вот сюда вот добавим этого нового персонажа после этого вернем айдишник в принципе все и далее я что хочу сделать далее я хочу чтобы здесь порождалось события говорящие о том что персонаж был добавлен причем здесь мы вот напишем еще так вот slip 1 подождать одну секунду но просто для того чтобы эмулировать добавление этого персонажа базу данных да например то есть вот только когда добавление произошло то тогда мы хотим породить события так ну так же давайте создадим движок наши с вами игры где все будет вот это вот вещи происходить основные и здесь у нас будет вот этот вот регистрии шин который мы создаем вы не шала из и регистрии шин мы создаем с помощью регистрии шинью вот он наш движок и здесь мы будем подписываться затем на события для того чтобы это все собрать воедино я в директории либо создам файлик под названием loter.rb здесь все понятно и мы как раз тут задействуем зайдверк это загрузчик для соответственно нашей библиотеки он автоматом подгрузит на все наши файлы это довольно удобно давайте здесь мы добавим вспомогательные методы то есть в частности мы скажем что у нас будет старт движок на старт создадим новый вот этот engine и затем мы создадим вспомогательный метод чтобы можно было регистрировать этих персонажей конечно все сильно упрощено вы сами понимаете то есть это такой в каком-то даже смысле псевдо код но здесь нас будет именно интересовать как и где порождать события как их слушать и далее создадим файлик runner.rb в этой директории скажем что загружаем игру после чего мы хотим добавить нового персонажа с помощи эд керактор персонаж бильбо из возраст 50 кстати как совершенно правильно было написано в комментариях у нас в тот раз получился кроссовер потому что там по возрастам немного странно вышло за бильбо и было не 50 лет когда ара горна было 73 это из разных из разных книг возраста вышли вот очень приятно что вы это заметили теперь все это готово и главный вопрос как нам подписываться на события для этого нам нужно подключить собственно dry events новую библиотеку добавим мы ее в джем файл вот сюда вот там версия сейчас 1.0 и давайте скажем бандл далее нам нужно породить это самое событие делать мы это как мы уже выяснили будем здесь но для того чтобы породить нужно подключить правильный модуль модуль этот называется dry events publisher и также здесь нам нужно с вами сделать include всех необходимых вещей то есть где-нибудь вот тут а вот следующим образом это записывается вот этот publisher нужен во всех классах где вы хотите события создавать теперь нужно также зарегистрировать это событие регистрируется она с помощью register event и тут дается название события но в принципе может быть любым любым просто его как-то называем чтобы потом можно было понять что же это за событие ну а далее нам остается его просто опубликовать например вот здесь вот чтобы опубликовать события используется метод publish и передается название того события которое нужно породить после чего можем сюда пристыковать какие-то дополнительные данные например сказать что наш персонажу вот он то есть просто передать привязку к этому образцу класса и потом с этим образцом классов подписчики на события можно будет тоже работать то есть вот как порождаются события теперь соответственно как сделать подписку первый вариант более простой это подписка с помощью блока с помощью передачи блока то есть вот здесь у нас этот уже registration есть то есть нам нужно получить этот образец класса который будет собственно события порождать это очень важно да что получить к нему доступ и теперь нам просто нужно слушать это порождение события то есть мы скажем что registration затем subscribe потом сюда передаем черектор created и затем вот это событие у нас будет в этом блоке в блоке давайте мы скажем значит пуц и затем просто про его про инспектируем а также попробуем из события достать нашего персонажа и прочитать его имя получится у нас это сделал да или не получится и в принципе все то есть помощью вот этого метода сабскрайб внутри мы можем писать обработчик события если в какой-то момент нам более не нужно события слушать то вы можете использовать метод понятно он сабскрайб мы сюда передать название события от которого вы хотите отписаться но посмотрим как это все теперь сработает давайте запустим наш с вами рандер ой я написал лорд это естественно было написать лутер опечатался и так видели да там была задержка сейчас небольшая то есть он сначала добавил персонажа то есть как бы но мы эмулировали небольшую задержку и потом вылетела вот это событие кроме того мы видим что имя бильба тоже печатается и вот как выглядит этот и вент то есть здесь во-первых пишется айдишник а в пейлот находятся пристыкованные данные и эти пристыкованные данные собой представляют обычный хэш то есть вот этот ключ характер который мы здесь видим он как раз приходит вот отсюда вот отсюда и все что мы туда набросали вот это вот наш образец нашего класса вот тут айдишник у него сгенерировался имя возраст но рост я не передавал да другой вариант заключается в том что мы создаем отдельный класс который будет как-то реагировать на полученные события то есть не блок мы вот так передаем а создаем отдельный класс например под названием listener давайте создадим этот файлик listener.rb и здесь предположим что мы хотим писать в файл и если я хочу чтобы этот класс мог реагировать на определенные события то в нем необходимо создать метод образца класса который правильным образом назван назван он должен быть по следующей схеме он нижнее подчеркивание и потом название события event name причем там вместо точек появляются нижние подчеркивания то есть смотрите если у нас изначально событие называлось character created то точка заменяется нижним подчеркиванием то есть по факту нам нужно назвать наш метод он character created вот так вот и если этот метод присутствует тогда наш класс может реагировать на это событие давайте это тело создадим вот так вот и сюда будет передаваться аргумент который ну собственно будет собой представлять это самое событие она будет выглядеть точно так же как говоря мы видели вот здесь вот давайте скажем event inspect и затем давайте запишем в наш журнал события собственно эту информацию что персонаж был добавлен и вот передаем информацию об этом персонаже для того чтобы это все сработало нам естественно теперь здесь подписку надо делать мешка иначе в частности нужно создать образец класса listener 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 new и теперь вот эта подписка идет немного иначе здесь передавать имя события не нужно здесь нужно передавать просто вот этот listener чему потому что но вот имя события тут как бы оно излишнее потому что в лисанере и так уже есть правильный метод с правильным названием и он и так знает на что ему реагировать на на какое событие поэтому тут имя писать никакое не нужно достаточно его передать и он тут уже будет правильным образом печатать что-то там файл давайте еще раз и запустим и мы видим что информация событий та же самая создался файлок текст и и тут он действительно пишет что добавлен был вот такой вот персонаж принципе все здорово таким образом вы можете делать подписку и таких событий естественно может быть несколько то есть к примеру мы можем создать еще одно событие которое называется character removed давайте здесь подпишемся на него то есть персонаж был наоборот удален скажем из нашей базы данных здесь мы просто напишем слово removed все остальное то же самое и теперь попробуем это событие породить в файлике registration для этого нам придется зарегистрировать новое событие по такому же принципу и теперь ну давайте сделаем новый метод здесь у нас будет айдишник ну и дальше мы этого персонажа просто хотим найти то есть мы скажем что character это character с айди ну и затем мы ну можем удалить просто это все дело то есть можем сказать делит айди и затем опубликовать это вот событие опять же тогда опять же он найдет в классе listener соответствующий метод и на него правильным образом среагирует то есть как вы понимаете в одном listen или таких методов может быть довольно большое количество если есть такая необходимость ну и добавим также вспомогательный тут метод так просто для нашего с вами удобства да чтоб можно было его напрямую вызвать и теперь попробуем удалить нашего персонажа из раннера то есть вот у меня айдишник здесь я сохранил давайте посмотрим что у нас здесь получится два раза написалось это событие created removed если открою log txt то вот персонаж добавлен вот персонаж был удален то и все здесь классно вот если честно и все то есть как мы видим это достаточно легкое такое легковесное да простое решение которое тем не менее позволяет достигать довольно приятных результатов без каких-то особых телодвижения до дополнительных иногда бывает это решение тоже очень очень полезно но дополнительные примеры можно посмотреть документации но тут как вы видите документация такая довольно скудная надо сказать причем почему-то она для версии 0 2 не очень понятно хотя у них уже вообще-то вышла версия 1 непонятно не знаю почему не могу ответить на этот вопрос но видимо не обновили но я так понимаю что там не то чтобы сильно много изменений един ну вот видите они внедрили поддержку trade safe то есть чтобы можно было с многопоточными приложениями работать ну то есть здесь не сказать что прям какие-то серьезные были breaking changes поэтому видимо не эту документацию общем-то и не обновили на поэтому как говорит используйтесь на здоровье на сегодня это все ну а в следующем уроке тогда мы будем обсуждать какое-нибудь другое решение благо тут есть что обсуждать скажем прямо я думаю будет интересно желаем успешной разработки и до новых встреч и и и и и и и и и